15 мая. Я только что посылочку с университета забрала, и там должен быть мой выпускной халат и шапка. Выпускаюсь уже примерно через 4 недели, ну через месяц. Три недели обучения и одна неделя экзаменов. Короче, я не фанатка. Штаны очень-очень в аптегон. Я в них даже сесть не смогу. Можно попробовать вес сбросить, я еле застегнула. Жилетка. Странно выглядит. Если я прямо спину не держать, то вот так она выглядит. Ну, может хорошо для осанки всё время. Вот так грудь выпячивать, пробовать. Ну, штаны в аптегон, жилетка наоборот большая. Блейзер только нормальный. Ну, вот так, короче. Конечно, бардак дома. Да ладно, нормально, что сейчас будем притворяться, что эти бьюти доснимают, как всё чисто у них, на самом деле, они специально для видео прибираются. Снимают уже или нет? Да, сейчас снимаю. Короче, пришли, ну, выпускной уже через сколько? Через... Через 3 недели где-то, да, выпускной? Ну да, примерно так. Так, через 3 недели выпускной мне пришла моя мантия, моя кепка, извиняюсь за свой недомакияж. Мы сейчас тут выбирали, выбирали эту одежду. И сейчас, наконец, раскрою свою мантию. Мантия и кепка стоят 100 долларов, самый дешёвый, самый дешёвый пакет, самая дешёвая опция. И без них нельзя на выпускной идти. Опции арендовать нет. В старшей школе, например, когда выпускаешься, то есть опция арендовать мантию и кепку. Здесь нет. Надо обязательно покупать 100 долларов. Мне не нравится папин халат на двери. Что? Всё внимание на себя притягивает папин халат. Ну вот ты сейчас обратила внимание всех на их халат. Сейчас другой халат будет круче, чем папин. Счастье, пузырики. Огромные жирные пузыри высокого качества. Теперь я понимаю, почему это стоило 100 долларов. Хочешь? Ну иди шлёпну. Теперь я понимаю, зачем это стоило 100 долларов. Нет, всё потом после видео. После видео пошлёпаешь. О! Это всё в сумочке идёт. С трезубцем. О, а что, это украинские символы? Кстати, хотела сказать, это такая смешная история. Я когда этот плакат путинский рисовала, ну, в поддержку Украины, у меня сначала ничего у меня написано не было, была просто жёлтая полоса и синяя полоса. И соседка такая выходит, ты чё, цвета нашего университета красишь плакат? А цвета нашего университета синий и жёлтый. А символ нашего университета это трезубец. Конкретно. Ну, и в Украине герб этот трезубец. Это герб, да, трезубец или просто? Чё? Ну, да, наверное, не знаю. Так, ладно, всё внутри этой сумочки. Кепка. О! Такая О, картонковый нитый. Которую... А, её нельзя, что ли, открыть? Ладно, не знаю. Ладно, лучше я сейчас сломаю свою кепку. Такой чепчик. Не будешь мерить? Буду всё мерить. Лента. О, красивая лента. Длинничая. Две кисточки. Это на шапку. Да. Одна кисточка моего колледжа, а одна кисточка университетская. Потому что у нас университет разделён на 7 колледжей подразделён. 7 у нас такая, не знаю, я не буду, наверное, 2 надевать. Некоторые они все и кисточки надевают, и целую кучу. Там же можно ещё ленты для своей специальности брать, ленты для организации брать. И некоторые на себя навешивают кучу всего. О, я, наверное, только одну кисточку надеваю, но очень красивая. 2022. 2-0-2-2. О, классно. Да. А здесь символ моего колледжа на этой кисточке. Ты которую будешь? Ну, синяя, наверное, не зелёная, не подойдёт под голубой. Ну, и последняя – это мантия. Мама, профессионально всё снимаешь, как надо. Тоже тут университетский этот символ. Та-да-да-дам! Как Гарри Поттер. Точно. И, кстати, как в Гарри Поттере, многие не понимают, что это я говорю про колледжи в университете. Аналогия такая же, как в Гарри Поттере. Типа одна школа, но в них четыре разных типа дома. Вот у нас так же. А, да-да-да. У нас так же университет. И под галстук точно подходит, как Гарри Поттер. Точно. Так, надеваем кисточку. Не знаю, я ещё никогда раньше такого не надевала. Смотри, мама, я выпускаюсь. Я надела эту кепку. Точно, и ты, когда надела, я тоже это почувствовала. Сразу Глаша подумала, что когда-то она будет примерять, надеюсь, тоже кепку колледжа. О, вот это да! Вот это знаменательно, да. Точно, я как-то когда надела. Я прям что-то почувствовала, реально. До меня только сейчас нашла немного доходить. Это магия. Это магия Хоббарца. Да, вот это да, дочь наша уже. Слава Богу, что мы можем побывать хоть на твоем выпуске. Подумать столько. Да. Вау. Здорово. Да, слава Богу. Слава Богу, что... Отойди подальше, чтобы все... Ну, потом еще во всех подробностях все снимем. Ну, красиво смотрится с такой одеждой. С голубым классно смотрится. Да, очень красиво с голубым. Шикардос. Ну, все. Вот такое у нас все будет. Шикарная. Шикарная выпускница. Шикарная дочь. Дочь и выпускница. Да. Класс. Что, папе показать пойти? Все выключать? Да. Сейчас в 8 утра. Я не могу говорить, что у меня носит. Громко не могу говорить. Сейчас буду готовиться к разъемке. Или выпускной. Все, я сейчас буду мыть голову. Я себе масло оливковое с чайным деревом на волосы нанесла, потому что только недавно голову мыла, не хочу сильно присушить волосы. Короче, для фотосъемки я буду менять одежду. Мне еще обувь. Я уже говорила, что мне еще обувь надо купить. У меня до сих пор нет обуви. Я с финальными экзаменами запарилась. Ну, короче, для фотосъемки у меня будет два. Я в платье сфотографируюсь просто с лентой этой выпускной. И в штанах с блузкой и галстуком. А в штанах с блузкой я и на саму церемонию пойду. Я, короче, хотела вообще в костюме пойти на выпускной, потому что думала, что это будет необычно, потому что я всегда платье на все такие мероприятия надеваю. Но хотела обязательно, чтобы был голубой цвет, потому что я с детского сада на все выпускные голубой надеваю. Ну, в общем, думала, будет красиво и необычно, если надену костюм. И совершила огромную ошибку, пошла в поисках костюма на Алиэкспресс, потому что, ну, больше нигде я не могла найти. Нашла очень красивый по фотографии костюм. Был там жилет, блейзер и штаны были. Но... А, и там написано, что можно указать свои размеры, и под заказ мы вам сошьем. 80 долларов стоил костюм. Я знаю, что для очень хорошего костюма это, наверное, недостаточная сумма, но я студентка, у меня нету нескольких сотен долларов, чтобы на костюм тратить. Честно говоря, и 80 долларов для меня было дорого, потому что, ну да, уже решила, ну, думаю, ладно, уже потрачу 80 долларов, потому что, в конце концов, это мой выпускной из университета, когда еще у меня выпускной будет. К тому же костюм я могла бы потом еще на другие мероприятия надевать. Ну, заказываю, короче, этот костюм. Сначала сама себя замерила по всем инструкциям. Потом соседку свою попросила меня замерить, чтобы точно убедиться, что все правильно. Присылаю им, короче, эти замеры. Мне приходит костюм месяц спустя, и он мне, ну, настолько маленький, я его реально застегнуть даже штаны не могла. Может, потом, я не знаю, включу фотографию или нет, потому что это ужас, ужасный ужас. Зато моей 11-летней сестре штаны подошли. Короче, штаны для меня были сильно маленькие, жилетка слишком огромная, блейзер маловат. Ну, короче, это капец. Костюма мне не осталось. Это был последний раз, когда я совершила такую ошибку на Алиэкспрессе. И отзывов не было. Я решила рискнуть, потому что когда-то я так без отзывов купила платье себе на выпускной из старшей школы. И оно мне, ну, более-менее нормально подошло. Только грудь не подошла, мне сильно большую грудь сделали. Но прикол в том, что в том платье, кроме груди, ничего особо и не надо было замерять. Оно от груди дальше идет свободное. То есть, если бы там как-то что-то не так сделали, это, ну, было бы вообще. Ну, по длине, по крайней мере, нормально было. Ну, вот, то платье более-менее нормально подошло, решила рискнуть. И мама моя, когда что-нибудь заказывает с Алиэкспресса, ей всегда везет. Мне, ну, почти всегда не везло с одеждой, всегда плохого качества. Ну, думаю, ладно, рискну, потому что больше нигде таких костюмов я найти не смогла. Даже если бы дорого он стоил, даже в дорогих магазинах, таких костюмов для женщин, ну, сложно найти такие костюмы. И, ну, разумеется, он не подошел. План Б был, у мамы были голубые штаны, я заказала себе блузку на шейне и галстук заказала. И все, уже будет не именно то, что я хотела, но нормально будет. А я посмотрела этот галстук с моей мантией, выпускаю, смотрится очень круто, как какой-нибудь это на Гарри Поттера похоже. Ну, вот так вот. Короче, да. Опять же, как я сказала, люди могут подумать, а, всего 80 долларов, конечно, типа что-то ожидала. Но, например, ношение намного дешевле одежды и намного лучшего качества. Хотя я не то, чтобы там знаток в качестве, я всегда дешевая стараюсь более-менее покупать. Но то, что мне пришло с этого Алиэкспресса, это не надо быть мастером. Алиэкспресса, чтобы понять, что это дерьмо, было не костюм. Ну, вот так вот. Сейчас буду собираться. Обуви у меня к этому костюму, к штанам с грузкой нету. Буду топать. Надеюсь, успею, потому что родители скоро должны выехать будут. Мне надо голову помыть, сделать макияж, купить обувь. Но обувь, может, поедем уже с ними выбирать. Мама сказала. Все, по крайней мере, все отпарила. Вот так. Короче, вот так я выгляжу вот пока что. Сейчас пойду срочно обувь искать. Родители уже через час приезжают. О, нет, включение. Ой. Родители приехали. Да, приехали с фототехникой. О-о-о. О-о. Готовы для фотосъемки. Хороший у тебя макияж. Ну. И там, знаешь, как из-под вкладки. Ну, качество хорошее. Все, я готова к фотосъемке. Мы все идем. Извиняюсь за нашу грязную квартиру. Что есть, то есть. Так, все, мы едем на территорию университета. Короче, мы решили завтра Uber брать в университет, потому что там фиг найдешь эту парковку. Мне даже страшно подумать. Подожди, если это недалеко от того места, куда мы сейчас едем, то мы... О-о-о, круто. Ну, еще что-нибудь. Что? Да. Мы отлично. Давайте... В前面. Да, для реально. Это очень круто. Это просто. Это просто. поехали ну чё как тебе шикарная но люди вот и счастливых студентов а как каково твое мнение профессионального фотографа как здесь фоткаются честно говорить да но я спрашиваю как профессиональных фотографов каково ваше мнение по поводу того как тут люди фотографируются для вывод поучиться я тоже так думаю самые нетривиальные фотографии самые крутые были у нас да опыт у ювелины позирование самое дольшее длительное да в общем то я заметила что тут в основном студенты студентов фотографировали а тогда только одного профессионального фотографа который тоже шел с плафоном там со всеми делами в основном да ну бы он свою дочку тоже поткал по себе было мама там шла все мы сюда на обалдеть поющее дерево она поет когда ветреная погода ну кстати уже сменила платье мы сейчас куда-то на скалу поедем фоткаться ну нет дальше там пришли мы на новую локацию о закрыли а раньше можно было тут будем фоткаться хотя там написано опасность не ходите когда вот давай тут и сделаем оля мы здесь небезопасно ага красиво да о шикарно вау красиво даже с волосами красиво да шикарно так а вот эти идёт просто да все давай дальше короче мы после фотосъемки у моря все проголодались да и поехали в ресторан но ресторан я забыла заснять то что хотела жрать и все теперь снова вернулись в уже вижу свет а нет это из здания свет вернулись в университет чтобы закончить фотосъемку мама тут расставляется уже в лесу ты наш университетская университетская роща получится то было бы неплохо да иначе он слепался подержи У меня единственное раскроил дым, сволочь. Короче, все, домой приехали в пол первого. Фотосъемки все закончили. Я очень-очень устала. Сейчас уже час ночи. Мне надо вставать примерно в 6 утра, я не знаю. Я даже не представляю, как мои родители устали. Короче, завтра будет выпускной. Выпускные длятся два дня. Я не знаю, говорила я уже или нет. У нас такая система в университете. Один университет, но внутри этого университета еще 7 колледжей разных. Это как аналог был бы хороший Гарри Поттер. Гарри Поттер одна школа, но там 4 разных дома. Вот так же у нас в университете. Один университет. Есть университетские требования, которые нужно удовлетворить, чтобы можно было выпуститься. И в каждом колледже есть еще свои требования. Например, в моем колледже нужно одни классы брать, чтобы можно было выпуститься. По-другому в другие. В каждом колледже разные традиции и так далее и тому подобное. Ну так вот. Завтра в 9 утра будет выпускная церемония для всего университета. И потом для каждого колледжа еще отдельно будет церемония, где нам уже будут вручать корочки от дипломов. То есть в 9 утра к нам придет астронавтка из НАСА. Я потом попозже про нее побольше расскажу. Она будет речь давать, потому что тут родится в университетах. Каждый по своей возможности пытается приглашать каких-нибудь крутых людей, чтобы они давали речь. Во всякие Гарварды ходят, например, Стив Джобса. Но у меня в университете тоже неплохой получается гость. Это астронавтка. Ну так вот. С 9 до 11 утра будет эта церемония, где наш декан будет говорить, это астронавтка и так далее и тому подобное. Но приходить на все церемонии нужно за час раньше. То есть мне нужно в 8 утра для первой церемонии пойти, вторая для моего колледжа, где мне корочку будут вручать церемонии. Она начинается в час дня, то есть мне там надо быть в 12. И вот мои родители хотели сначала и на ту, и на другую церемонию сходить, но это будет слишком. Потому что им сюда ехать полтора часа, туда приходить надо на час заранее. То есть им где-то всем надо выезжать, было бы неизвестно, во сколько вставать, чтобы успеть собраться. Поэтому, скорее всего, они не приедут, потому что это слишком будет. И в конце концов, самая важная церемония будет там, где мне уже будут вручать корочку от диплома. А сам диплом позже приходит. Ну и вот, и мне страшно немного, я вообще не знаю, как там, что это будет работать пока что. Это, во-первых. Во-вторых, час ждать там просто. Я, наверное, заряжу свои поэты, буду там книжку читать или что-нибудь. Не знаю, возьму с собой. Надо до воды взять, перекусы. Книжку не забыть. Вот, я не знаю, все я сказала, что я собирала сказать или нет, но вот так я уже сказала, что очень крутые фотки получились. Спасибо родителям, мы не бедные, весь день меня фоткают. Вот так. Да, завтра мы хотели сначала квест пойти эскейком, но это будет слишком. Я, во-первых, не зарезервировала, а во-вторых, я сейчас думаю, что это слишком будет для меня. То есть это сейчас уже приятные хлопоты. Сегодня фотосъемка была, завтра выпускной. Казалось бы, приятные хлопоты. Но я еще не успела оклематься от экзаменов, и снова мне надо вставать где-то через 5 часов, просыпаться, собираться. А мне уже хочется просто спокойного отдыха недельку. Так что, да, уже ничего такого особо не сравнить с финальными экзаменами, но все равно, конечно, я утомлена. И хочу отдохнуть. Так что уже хочу через эту церемонию пройти. А, и еще у меня в комнате раскром, потому что я сегодня макияж делала. Конечно, вся одежда помялась во время сегодняшней фотосъемки. Снова все отбавляет надо. Тут я весь диван завалила. Господи, мне столько всего надо делать. Поэтому очень все-таки страз есть. Кстати, если я что-то странное говорю, как-то странно выражаюсь, то давайте это свалим на усталость. А не на мою неграмотность. Короче, сейчас 6 утра. Я только пару часов поспала. Честно говоря, я на секунду подумала, может, лучше уже мне спать от них. Или не идти на первый выпуск, но я с ней все равно не даю эту корочку. А то я вспомнила, что соседки вывозили их разбудение утром, когда встанавшись. Но они, по-моему, может, так встали. Да. Короче, теперь мне надо как-то собраться. Но все равно, конечно, не такой стресс, чем когда собираешься экзамен вставать. Потому что, слава богу, что это такие хлопотания какие-то другие. Соседки встали. Короче, собралась. Но, по-моему, я опаздываю. У меня 8.15. Самое позже нужно прибыть в эту... Там, где будет проходить. А уже 7.30 М. Показывает, что на автобусе полчаса надо ехать. Надеюсь, что успею. А то будет обидно, что я зря, что ли, в 2 часа только поспала. Вон еще и тут в халатах кто-то. Хотя бы я не одна. Короче, автобус вроде должен прийти через 12 минут. Я сейчас конкретно как из Гарри Поттера. Поэтому показывает сейчас на картах, что я ровно 8.15 прибуду. Я очень надеюсь, что успею. Я, наверное, домой даже не буду ехать. Я забыла. Нашу парковку там в квартире заняли. Я не знаю, будет ли где моим родителям припарковаться, когда они приедут. О, господи, блин. Упс. И, кстати, я не успела завтрак поесть. Надеюсь, что... Не умру. Она взяла с собой какие-то крекеры. Ой-ой-ой. Да. Короче, туда, походу, нельзя еду заносить. Я умру от голода. Если будет большая очередь, попытаюсь съесть свои крекеры. Я отделилась от группы, потому что я думаю, что я быстрее здесь пройду через еще одну ручку. В общем, я рада, что в итоге проснулась и решила пойти. Интересная атмосфера. Вон уже вдали виднеется рой черного. Это студентная. Идут. Единственное, что переживаю, что с водой делать. Воду нельзя тоже. Походу, надо только пустые бутылки. А я заглупила и взяла обычную. Причем одну открытую. Может, если выпью всю воду, то разрешат пронести. Палатка с подарками. Это, наверное, все офигеть, как дорого. Это для тех, кто заранее не купил. Не знаю, видно или нет. Некоторые свои кепки, эти шапки украшают сиренческие. У меня этим, во-первых, некогда было заниматься. Во-вторых, я предпочитаю пластический черный. Это просто. Вон все укрыто белыми стульями. Круто. По-моему, я тут одна кто пришла, одна. Но мне так весело. А родители уже приедут на другую церемонию. Друз, подарочки нам же некоторые идут. Интересно, мне принесут цветы или что-нибудь родители. О, красиво украшена кепка. В живую красивую реку, видите, чем на камере. Короче, мы ждали уже 9 часов. Нас только сейчас пускают к сиденью. Нас только сейчас пускают к сиденью на тем или куда. Короче, плюс в том, что сумки у студентов, походу, не проверяют. То есть у меня будут мои крекеры и моя вода, слава богу, не умру. Минус в том, что жарища. И сейчас еще даже 9 утра нет. А, ну то есть как раз только 9 и есть. Тут семьи уже около заборов ждут своих этих студентов. Какая-то торжественная музыка играет, но, наверное, пока что не слышно. Но очень торжественная атмосфера. Вишь, мурашки. Чем ближе приближаешься, тем больше бегают. Ох, вот тут везде родители, семьи. Ну, теперь я жалею, что мои родители не приехали. Но это было бы слишком. Ну, главное, чтобы на церемонию награждения приехали. Вот там на экранах снимаются. Вот здесь. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ Так, дали какой-то брелок, подарочек нам. Вот тут уже с цветами ждут. Тут для голодающих еда после выпускного. Но я пытаюсь просто выход найти. Мне нужен выход. Я думаю, может, еще немного урок украинского успею посетить. И потом, короче, не успеваю. Я домой съездить, хотела дома поесть, съесть манго. О, как же я сейчас хочу манго. Но не получится. Окей. Так, где-нибудь пристроюсь. Хотела телефон еще зарядить. Хорошо, что с собой переносную батарею принесла. Может, хватит, чтобы зарядить снова. Выход, похоже, здесь. Потому что там большой знак «Exit». Который сейчас отвернулся в Коми-Левоу. Вот подарочек. Это символ. Я потом покажу в туре университета. Она стоит статуей. Это солнечный бог. Это типа символ университета. Не эмблема, а символ. Не знаю, как объяснить. Потом, может, расскажу. Короче, успела посетить урок украинского. Мне было, поэтому нетрудно ждать. Сейчас уже надо мне на вторую церемонию идти. И сейчас, как ни странно, почему-то тут по утрам жарища. А уже днем. Сейчас пол первого. Почти что? Нет, двенадцать. Этот полдень. И уже намного холоднее. Ветрюган дует. Едет свой билет, который обязательно нужен, чтобы можно было войти на церемонию. Чуть не удуло его. Ну, хорошо, что не удуло. Все, теперь мне себя в порядок нужно привезти. И вот так. Родители мои. Мы сначала вместе собирались ехать. Но им придется отдельно приезжать. Потому что они немного опаздывают. Так, еще надеюсь, все нормально будет. Все, придется в порядок. У меня во время первой церемонии эта кепка постоянно сползала. Несколько раз упала. Я ее попыталась невидимками пришпелить. Которые, к сожалению, у меня шапки видно. Не знаю, видно ли мне, что это видно или не видно. Ой. У меня это все хлещет кисточкой по губам. Ну, вроде как. Потому что у нас две эти церемонии. Вроде как снова направо надо будет ее переносить. И потом снова налево. Потому что в инструкции сказано, вроде, что и на ту надо было направо кисточку, и на эту направо. Это, конечно, немного странно. Потому что это такая торжественная традиция переворачивать кисточку. У нас, получается, дважды это надо делать. Но сейчас будет важная очень церемония. Потому что мне надо будет на сцене идти. О май гаш, я умру. О, а тут уже в другую сторону надо идти. После. Может, тут будут проверять сумки? Надеюсь, что нет. Потому что там с самого начала проверяют. Да, в принципе, неважно. Уже не так жарко, слава богу. Я этому больше всего рада. Так что выживут даже, если что, и без воды. И не будет больше у меня все ручьями течь с лица. Окей, надеюсь, мои родители все нормально найдут. Хорошо, что я заранее пришла. Потому что тут надо как-то перепечатывать. У меня нет QR-кода, который нужен. Хоть я распечатала вроде. Короче, типа, чек-ин должен в 12.30 начинаться. Но как хорошо, что я заранее пришла. Потому что мне перепечатывать нужно было билет, чтобы был на нем этот QR-код. И тут уже очередь. Ого. Они где-то идут, но их не вижу. Ого. Я знаю, я на к億. Хоть в bloque! Они как Una, но их не желаю. Окей! Ё-па. Пошли. Окей! Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, вау, это много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будут называть имена, и походу не по очереди мы будем, не в определенном порядке. А, я не знаю, как это будет работать. Вот так, мы встаем, будем идти куда-то. А мне уже в туалет, честно говоря, хочется. У нас тут 1200 человек, студентов, и всех будут называть имя. Короче, мы, походу, просто бумажки наши с произношением наших имен будем давать человеку. А, я думала, как это будет выстраивать на своем мобильном порядке, вот или как, нет, просто будут... По бумажке считать. Вот и нет. И я там буду тоже в очереди. Габриэла Мишель Лаберин. Джейкоб Илон Рипс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мэри Катерин Дуиша. Деван Грейс Ромеро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тсен Юан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЖЕСКАЯ МАРИЯ ХРТАДО. ПОЛ ЙЕ СУТКИМ. СЛЕСТЬ ЮНИТИ ХУГГИНС. ИВЕЛИНА КАПТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, закончили. Теперь надо как-то родителей найти. Пока не вижу. Интересно, мне подарят цветочки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родители купили мне цветочки. Папа уже держит мой диплом. Мама вся красивая. Я Джор. Родители мне, по-моему, что-то замутили. Они прямо перед моим открытым окном начали это обсуждать. И теперь пытаются отнекаться. Обсуждаем, как лучше доехать в ресторан. Потому что папа заехал купить вазу, и не было его полчаса... Да. Are you going up? О, окей. Заехал купить вазу, что-то полчаса спустя приехал без вазы. И потом что-то не шепчется мне под окнём. Мне сюрприз тут было. Конфетти снять не успела. Было золотое. И крутые очень шарики. Спасибо. Пожалуйста, вот с шариками пойдём. Нет, я с шарами не пойду. Нет? Нет. Ах, господи. Я уже испугалась. Вот. Вот, поздравляем. Ага. Я говорю, что я испугалась. Я думала, что ты сейчас клопушку-то взрывать собрался. Всё, не успокоится с сюрпризами. И конвертик подходит под твои штаны. О, специально? Да. Сдурели, что ли? Сдурели, что ли? Да. Мясо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok